Переноса сроков больше не будет. Министр торговли и интеграции провел переговоры с акиматами о модернизации рынков. Арман Шакалеев напомнил о необходимости создания приемлемых условий для населения и предпринимателей, занятых в данной сфере. А еще сообщил главам регионов о взятии на личный контроль исполнения всех задач, поставленных перед ними и руководителями рынков. Как торговать в современных условиях и какие претензии были выдвинуты в адрес акимов, расскажет наш корреспондент. Модернизировать рынки и привести их в полное соответствие всем нормам запланировали еще в 2015 году. Однако сроки реализации продлевали трижды по разным причинам. Последний раз срок отодвинули в декабре прошлого года и в Можелесе тогда было бурное обсуждение поправок. По заявлению одного из депутатов, лишь незначительная часть рынков начала модернизацию и как ведомство намерено решать проблему после очередного продления спросили «То есть вы его, мы ставили себе задачу в 2015 году довести модернизацию в 2020 году, а потом его продлили до 23 года 1 января, срок сегодня истек, вы еще хотите, чтобы вам еще продлили на какой-то срок. Вы кроме того, что роняете свою репутацию, вы ставите заложникам еще репутацию Можлиса. Это я считаю недопустимо. Теперь, когда, как собираетесь эту проблему решать и готовы ли репутационно отвечать на это? На что Арман Шакалиев ответил, что вопрос непростой. Хочу сказать, что моя репутация не для хозяев рынка. На самом деле, летом они на меня целую информационную атаку сделали. Я здесь на правчасти с Минсельхозом докладывался и мы сказали, что мы жестко будем. И мы действительно все лето с ними разбирались. 18 регионов посетили, но мы увидели там порядка 25-30 тысяч тех, кто работает на этих рынках. Это малый и средний бизнес-арендаторы. Мы их не можем на улицу выкинуть. Это первое. Второе. Конкретно, что мы сделали? 470 универсальных рынков, 121 модернизировано. Осталось 195. И как продолжил глава ведомства, сроки модернизации необходимо синхронизировать со всей республикой. Тогда же он сказал, что согласен с тем, что необходима была своевременная модернизация. Всего, по данным Минторговли и интеграции, в Казахстане 722 рынка. Однако не все соответствуют пожарным, градостроительным и санитарным стандартам. Еще больше 10 лет назад были разговоры о том, что все рынки нужно превратить в торговые центры. Тогда же говорилось о ликвидации стихийных рынков. Сейчас крайний срок модернизации известен и переноса сроков больше не будет, сказал глава Минторговли и интеграции Акимом регионов. Будем переносить сроки модернизации до 31 декабря 2025 года. Соответственно, у них есть почти два года. Но к тому времени все рынки должны быть модернизированы. Прошлую субботу была совершена поездка в город Шимкент, где мы обнаружили, что помимо четырех рынков, включенных в карту модернизации, в городе Шимкент присутствует еще восемь рынков, которые абсолютно не модернизированы, либо модернизированы частично. Акимату региона тогда рекомендовали включить в карту модернизацию в соответствии с генпланом. Чтобы они рассмотрели на городоставном совете, согласовали им все эскизные проекты, АПЗ согласовали, проект на смертную документацию согласовали, и чтобы рынки могли начать работать, чтобы начали проводить модернизацию рынков. Весной уже предстоит расширенное заседание мажориста, на которое намерены пригласить Акимов по данному вопросу. Таким образом, пытаются привести все рынки в цивилизованный вид и форму, а предпринимателям тоже будет легче работать, уверены эксперты. В ЕНПФ сообщили, что по программе «Нацфонд детям» поступили первые накопления на целевые накопительные счета детям. Сообщается, что общее количество участников программы – около 7 миллионов. Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов. Почему-то в рамках проекта «Нацфонд детям» начислили меньше, чем озвучивалось ранее. Проверить наличие денег на счетах детей можно на сайте ЕНПФ, введя ИИН ребенка в соответствующем разделе. Участники программы получат право использовать свои деньги на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия. И сегодня, когда эта сумма значительно накопится, и когда родителям сложно сегодня оплатить где-то будет за учебу, эти средства в первую очередь помогут сегодня ребенку получить достойное образование. Сообщается, что ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов «Нацфонда» и получения инвестдохода. Кроме того, начисленные деньги продолжат инвестироваться в составе валютных активов «Нацфонда» и приносить детям, то есть участникам программы, дополнительный инвестдоход. Однако, ранее сообщалось, что на счет ребенка за 18 лет поступит 3,5 тысячи долларов. Но, как выясняется, ожидания и реальность не совпали. Ежегодная сумма не выросла, а наоборот уменьшилась. И вот почему. Президент Токаев в 2022 году дал соответствующее поручение. По расчетам того времени число детей составляло 6 миллионов 400 тысяч. Сейчас количество детей в стране превышает 6 миллионов 900 тысяч. Сумма выделенных денег достигла 695 миллионов долларов. Если разделить сумму на детей, то всем получается по 100 долларов, не больше. «Правительство все-таки надеется на то, что прибыль «Нацфонда» будет повышена и в последующие годы эта сумма будет увеличиваться. Те, которые, конечно, уже старшего возраста, получается сумма совсем минимальная, но раньше и этого не было». Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта, то есть 2024 год. А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия. Подчеркивалось, что средства из «Нацфонда» будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этой суммой. Боуржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42 Предприниматели Западно-Казахстанской области сталкиваются с проблемами с экспортом товара в страны ЕС. Так, местные производители изделий из древесины не могут доставить товар в страны Прибалтики. Прибалтийские таможенные органы, по словам предпринимателей, отказывают в пропуске казахстанского груза. Причины отказа при этом не объясняют. Проблемы подняли в Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области. Проблемы с пропуском местных товаров в страны Прибалтики рассмотрели в ходе заседания Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области. Местные производители заявили, что терпят огромные убытки в связи с тем, что их товар не пропускают прибалтийские таможенные органы. В частности, возмущены производители изделий из древесины. Грузовые автомобили с их товаром уже больше месяца простаивают на границе. Прибалтийские таможенные органы ни в какую не хотят пропускать казахстанских экспортеров. У нас с 23 декабря в стадии таможенной очистки находится груз, который сегодня у нас будет 1 января, который был не можем растаможить. Причины мотивированные, даже любой причины отказа в растаможке мы не получили, мы его просто не получили. То есть нам просто сказали, ищите склад временного хранения территории Республики Латвия и выгружаете товар, а дальше мы его не можем завести обратно. То есть нам надо придумывать, как его реализовать, не растаможен. Это практически нереально. Предприниматели заявляют, что отсутствует взаимодействие между казахстанскими таможенными органами и таможенными органами Европейского Союза. А пока товар простаивает на границе, предприниматели несут большие финансовые убытки. Возникают финансовые риски в путь до рисков в сфере валютного законодательства. И это при том, что предприятие занимается честным производством, исправно оплачивая налоги и выполняя все необходимые обязательства. При перемещении на территорию Европейского Союза, а именно страны Прибалтики, у нас вот Латвия, Литва, Эстония, вот в Польшу начались у нас сейчас проблемы. Там задерживают груз, мотивированного отказа нет, акта досмотра нет таможенного, декларацию не разрешают подавать таможенным брокерам. То есть они даже не знают причину, почему их не принимает Европейский Союз. Ранее у местных производителей уже возникали проблемы с доставкой сырья из стран Европейского Союза. Сегодня же отсутствует конкретный перечень документов, необходимых при транспортировке местного товара в эти страны. Таможенные службы Прибалтийской республики, то есть Евросоюз, они не признают, как ни наши декларации, ни наших сертификатов. Они это как бы мотивируют тем, что Казахстан, как бы имея громадную территорию всего на 6%, ну это я тоже как бы из статистических данных взял, они как бы на это рассылаются. Всего лишь имеет защиту, ну скажем так, леса на 6% территории, скажем так, да, условно. И то есть из тех 6% это не все тот лес, который может быть, скажем так, пригоден для производства. Соответственно, они говорят о том, что якобы в 2022 году вы экспортировали, скажем так, Казахстан в целом на 500 тысяч там евро древесины, а в 2023 году на 30 миллионов. То есть откуда это лес? И соответственно у них вопрос возникает, и они требуют документы происхождения груза, ну то есть сырья. 9 апреля в Брюсселе состоится заседание по таможенному сотрудничеству со странами ЕС с участием казахстанской стороны. Проблемный вопрос предложили вынести на рассмотрение при этом заседании. Соответствующие письма представители местных компаний и палаты предпринимателей необходимо направить в ближайшее время. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Объективного и всестороннего расследования требуют родные погибших от ножевых ранений студентов в Ахтюбе. Их матери уверены, что причиной трагедии стали не подростковые разборки, а вымогательство денег со стороны нападавших. В отношении предполагаемых убийц заведено уголовное дело. За непростой историей следит Лейла Уэсова. Убитые горем матери не могут поверить, что их сыновей больше нет рядом. Утверждают, что их дети стали жертвами вымогателей. Недавно женщины опубликовали видеообращение к генеральному прокурору и министру МВД Казахстана. «Я мыть 17-летнего Акалжана Абзалова. Моего сына зверски убили, а подозреваемые под арестом. Идёт следствие, но мы уверены, что причиной трагедии стал не конфликт между двумя группами, как было сообщено ранее, а вымогательство денег у наших детей со стороны нападавших». Молодёжная разборка произошла в пригородном селе Казалжар. 17-летних ребят несколько раз ударили ножом. В больницу пострадавших отвезли друзья. Двоих спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемых. Их шестеро. Уголовное дело расследуют по двум статьям – убийство и хулиганство. «По факту убийства расследуется уголовное дело по статье 99 Уголовного потуса Республики Казахстан. Подозреваемые лица установлены и водворены в следственный изолятор. Также назначены ряд экспертиз. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит». Напомним, что резонансное дело находится на контроле прокурора области. Подвергались ли погибшие студенты вымогательству со стороны нападавших выяснит следствие. Во избежание подобных происшествий во всех учебных заведениях проводятся профилактические беседы с подростками. Два ученика старших классов занимались закладкой наркотиков в Уральске. Об этом сообщили в департаменте полиции. По факту заведено уголовное дело, которое направлено в суд. По словам правоохранителей, в случае, если их вина будет доказана, родители школьников также будут привлечены к ответственности. По словам судей, специализированного межрайонного суда по уголовным делам Запад-Казахстанской области, Асламбека до Сингалиева двое старшеклассников занимались распространением наркотиков через телеграм-канал. По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью не одни. Закладки делали в разных районах города. О том, что двое школьников занимаются закладками полиции, стало известно в декабре прошлого года. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан и пунктом 1, 3, 5 данной статьи. «Распространение наркотиков является особо тяжким преступлением, поэтому уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет. Минимальный срок за сбыт грозит от 10 лет лишения свободы». Согласно статистике, в основном закладчиками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет – школьники, студенты и безработные. Наказание за бесконтактный сбыт наркотиков, куда относится и закладка, от 10 до 20 лет лишения свободы. Три наезда поезда на пешеходов было зарегистрировано в 2023 году в Западной Казахстанской области. Один из них со смертельным исходом. Об этом напоминают сотрудники отдела линейной полиции. Специалисты обращают внимание, что сразу поезд остановить невозможно. Тормозной путь состава составляет в среднем 500 метров. В этой связи пешеходам рекомендуется переходить железнодорожные пути исключительно в положенном для этого месте, где установлены специальные указатели. Согласно плану мероприятий по станции Белеса проводится комплекс профилактических мер по недопущению наездов на людей и безнадзорный скот. Проводится профилактическая беседа с местным населением. В 2023 году совместным рейдом с линейным отделом полиции выписано 4 предупреждения и составлено 6 административных протоколов. Работниками путевого хозяйства проделана большая работа, установлена скота-изгридь, которая предотвращает выход скота на пути. Предупреждаем всех местных жителей, проживающих вдоль железнодорожного полотна, при переходе железнодорожных путей будьте бдительны и внимательны. Берегите себя и свою жизнь. Форум молодых избирателей прошел в Уральске. В нем спикеры обсудили требования к проведению выборов, важность политических партий и рассмотрели вопросы привлечения молодежи к избирательному процессу. В мероприятии приняли участие заместитель Акима Западно-Казахстанской области Бахчан Нарымбетов, представители областной территориальной избирательной комиссии, волонтеры и студенты. В первый четверг февраля отмечается Всемирный день выборов. В связи с этим на базе Закату имени Жангирхана прошел форум молодых избирателей. По словам заместителя руководителя ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Нарсултана Сарсембаева, мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения молодежи не только к выборам, но и ко всем политическим изменениям. Думаю, подобные мероприятия должны проводиться регулярно, потому что сейчас молодежь социально очень активна. На данный момент в области насчитывается более 180 тысяч человек из числа молодежи, и каждый из них может проявить интерес к политическим изменениям. Благодаря подобным мероприятиям мы можем узнать мнение молодежи относительно выборов и политики в целом. Заместитель Акима области Бахчан Нарымбетов отметил, что в настоящее время молодые кандидаты набирают больше голосов на выборах. Обращаясь к студентам, он призвал желающих присоединиться к молодежным и волонтерским организациям. Во время выборов чаще всего голосуют за молодых кандидатов. Люди возрасте 20-30 лет больше получают поддержку народа на выборах, чем кандидаты возрасте от 50 до 60 лет. Поэтому, если есть желающие, могут присоединиться к молодежным организациям, где можно развивать навыки и качества в этой сфере. Председатель областной территориальной избирательной комиссии Адиль Жоломанов предложил и подчеркнул важность создания молодежного маслехата, что даст возможность молодежи проявлять лидерские качества. Стоит отметить, что в области действует Клуб молодых избирателей. В период выборов члены клуба активно участвуют в агитационной работе и распространяют необходимую информацию в социальных сетях. Соревнования по стрельбе и спортивной винтовке прошли в Западно-Казахстанской области. Лучших в меткости определяли в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва среди участников из девяти районов области и города Уральска. Отмечается, что традиционные соревнования проводятся уже в 15-й раз. В Западно-Казахстанской области ежегодно проходят соревнования по зимнему президентскому многоборью. В этом году около 200 человек приняли участие по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнование собрало спортсменов в возрасте от 11 до 70 лет. 9 районов, полная команда здесь 22 человека, поэтому 10 команды уже, половина 70 команд, уже полная команда пришли, поэтому уже количество спортсменов более 200 человек. Соревнование по стрельбе из пневматического оружия остается популярным видом спорта, в котором могут принять участие как молодые, так и пожилые люди. Участники проявили активность и показали свою меткость. По итогам соревнований команда, занявшая вершину педестала почета, получит кубок. В ближайшие дни они отправятся в Казаларду на республиканские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, где будут защищать честь Западно-Казахстанской области. Данна Келебаева, Марлена Искалиев, Аймураджевый парк, телеканал ТДК-42. Ее ученики создают новые модели одежды, имеют свои предприятия и работают далеко за пределами республики. Сегодня в нашей специальной рубрике мы расскажем о Гульмире Брашевой, мастере производственного обучения, которая уже на протяжении 30 лет работает в одном из уральских технологических колледжей. Об особенностях профессии Портнова мастер рассказала в нашем корреспонденте. Мастером производственного обучения Уральского технологического колледжа Гульмира Брашева работает уже более 30 лет. Педагог рассказывает, что за это время воспитала свыше 300 учеников. Когда-то она сама окончила это учебное заведение по специальности Портной. Интерес к швейному делу появился в раннем детстве, определив дело всей жизни. Это традиция нашей семьи. Моя бабушка очень хорошо шила, мама. И так передалось, что я тоже люблю шить. И вот решила продолжить эту профессию. Многие мои студенты сейчас работают, открыли все свои предприятия, ателье, ИП. Многие продолжают мою профессию. То есть не мою, а свою профессию по окончании нашего колледжа. При кропотливом шитье одежды и работе с тканями важна усидчивость и терпение. Также для создания эксклюзивных и востребованных вещей необходим творческий подход. Чем, по мнению коллег, Гульмира Брашева обладает в высшей степени. Во-первых, человек творческий. Она всегда находит какие-то интересные темы для детей. Тем более, что она много лет работает именно с детьми инклюзивных групп. Очень часто в группах проводят мастер-классы. Я вот, например, запомнила мастер-класс такой яркий. Это когда из старых зонтов эта группа, они сделали как бы такие сумки-шоперы. То, что актуально, то, что модно, будем так говорить, практично. Сама мастер считает, что швейное дело всегда будет пользоваться спросом. Я считаю, что наша профессия не угаснет. Потому что все-таки девушка, будущая мама, хозяйка, она должна все равно уметь хотя бы элементарно, ну, не сколько сшить, сколько хотя бы подремонтировать свою вещь, свою, своего супруга, детей там и так далее. Также специалисты отмечают, что при качественной работе швейное дело может принести как большую пользу окружающим, так и хороший доход автору работ. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте телеканала ТДК-42. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова